Одни воспринимают психолечебницу как чумной барак, другие видят в душевных расстройствах красоту и романтику. И очень многие старательно не замечают тревожных сигналов от собственной психики. В эфире Сноско. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Гаськова. И сегодняшняя наша беседа посвящена Дню психического здоровья. Гость нашей студии – зам главного врача Краевой психиатрической больницы имени Эрдмана Кристина Картавых. Кристина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Как сегодня обстоит дело с психическим здоровьем и благополучием у жителей Алтайского края? Какие расстройства входят в тройку, пятерку наиболее распространенных? Ну, хочется, конечно, вернуться к нашим стандартным сноскам. То есть в Алтайском крае за 2023 год, если брать статистические данные, то у нас зарегистрировано, выявлено 69 тысяч человек, которые страдают психическими различными заболеваниями. Из них под диспансерным учетом, то есть под постоянным наблюдением зафиксировано 16200 человек. Из всех выявленных расстройств 60% занимают заболевания невротического уровня. То есть это депрессии, это тревожные расстройства, это различные фабические расстройства, это уровень невротического заболевания. На конкретных примерах жизни мы можем видеть, что болезнь не выбирает. Заболеть психическим расстройством может как бедный, так и богатый, как человек с девятью классами образования, так и академик. С какими необычными пациентами в своей практике вы сталкивались и кто были эти люди? Ну, у каждого, наверное, врача-психиатра имеется свой багаж знаний, свой опыт приема. Поэтому доктора работают с различными заболеваниями психиатрического звена. Ну, конечно, наш спектр заболеваний не выбирает статус пациента. Это действительно может быть и пациент из такого населения, который богатый, как вы говорите, да, то есть социально обеспеченный, и наоборот. Различный возраст пациентов, то есть это и дети могут быть, и подростки различные, страдающие психическими расстройствами, то есть это детско-подростковая служба, психиатрическая, а также взрослое население. Все зависит, конечно же, не только от возраста и социального положения, но и заболевания встречаются, зависящие, если мы берем невротический уровень расстройств, то есть от каких-то психотравмирующих факторов, от стрессовых ситуаций, от триггерных каких-то воздействий, то есть любые воздействия, это стресс на работе, это какие-то неполадки в семейной жизни, в личной жизни, это проблемы в коллективе, и в зависимости от социальной адаптации пациента тут возникает какой-то вид расстройств. Но также может человек, если он хорошо адаптирован, то есть расстройств не возникать. Но не застрахован никто? Никто не застрахован. Кристина Викторовна, приходилось слышать утверждение о том, что мы живем в эпоху неврозов. Насколько объективно такое осуждение, и как жизнь в 21-м столетии с его вызовами, с его проблемами действительно влияет на наше психическое благополучие? Замечаем тенденцию, что невротический уровень расстройств, как раз депрессии, тревожные расстройства, социальные различные моменты, то есть этот процент растет у нас. Для этого необходимо обращение хотя бы к психологу для начала или к врачу-психиатру или психотерапевту. В связи с этим у нас представлены в Алтайском крае клиника неврозов, психотерапевтический центр, телефоны доверия, то есть пациент. И пациент может обратиться к врачу-психиатру, психотерапевту для оказания его помощи, для диагностики, назначения терапии. Но рост заболеваемости, он идет стандартный у нас. Сейчас, может быть, несколько обывательский вопрос задам, но все-таки появляются ли какие-то заболевания, с которыми наши предки не сталкивались? Ну нет, я думаю, что не появляются. Существуют сочетанные формы патологии психиатрические, но это не новое что-то заболевание, как вот мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, например, которую мы не сталкивались. Это уже больше относится не к психиатрии. Сочетание заболеваний различного уровня, но таких, что это было именно какое-то новое или выявленное впервые расстройство, такого нет. Просто диагностика улучшилась? Да, диагностика улучшилась, диагностика заболеваемости. Время от времени также приходится читать новости о том, что, дескать, Алтайский край в очередной раз вошел в топ самых безумных регионов. Насколько объективна такая статистика, и почему мы вдруг оказываемся в этих антирейтингах? Топ безумных регионов, это зависит, наверное, от каких-то статистических данных, формирования какой-то статистики, которую мы не ведем. И заболеваемость у нас идет на прежнем уровне, а выявляемость действительно стала лучше. Но стало лучше за счет того, что пациенты самостоятельно стали обращаться к доктору. Они выявляют у себя какие-то различные заболевания, не боятся этого, и приходят к врачу-психиатру на прием или к психотерапевту. Также могут родственники или близкие люди замечать у своего близкого, что у него есть какая-то патология, и необходимо обратиться за помощью. Поэтому выявляемость, в связи с этим идет рост, и поэтому может быть на каких-то этапах у нас пик заболеваемости. Но так, чтобы мы были впереди планеты всей, как говорится, такого нет. Да, наверное, смотря как посчитать. Ну, высказывала гипотеза, что уровень заболеваемости психическими расстройствами, патологиями зависит и коррелирует с уровнем жизни, уровнем социально-экономического благосостояния. Ну, как мы уже видим, здесь прямой зависимости может и не быть. Болеют и бедные, и богатые. Совершенно верно. То есть это не зависит от того, насколько благополучен человек, в зависимости от того, какая превалирует, какая болезнь. И поэтому тут уже надо рассчитывать именно в сферу психического расстройства больше. А вот социальная значимость, она идет второстепенной. А все ли больные доходят до специалистов? Вот насколько нам следует умножить официальную цифру статистики? Вообще, насколько у нас развита сегодня культура заботы о своем ментальном здоровье? Ну, тут, к сожалению, конечно, можно сказать, что культура у нас развита слабо. Есть стигмация пациентов. Пациенты не все хотят обращаться за помощью, но превалирует то, что пациенты охотнее идут к психологам на консультацию, а психолог все-таки имеет образование дополнительно и психиатрического звена и может направить по необходимости к доктору, если есть необходимость, например, подбора медикаментов. Пациенты могут также замечать у себя различные нарушения. То есть это такие нарушения обыденного характера. Это нарушение сна, подавленное настроение, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, какие-то вспышки могут быть, настроение неустойчивого на работе, еще где-то, тревога, которая беспокоит бесконечно, ну и плюс, возможно, психотромирующая ситуация. Это уже есть показания для того, чтобы пациент обратился к врачу с целью назначения психотерапевтического лечения или психиатрического, то есть это медикаментозная терапия. Действительно, немалый процент людей есть, которые боятся обратиться именно к психиатру, не к психологу из-за стереотипов в духе. На меня наденут смирительную рубашку, меня закроют в психушке, там в карцере с решетчатыми окнами, никуда меня потом не возьмут на работу, потому что везде будут стоять соответствующие отметки и так далее. Вот насколько живучи стереотипы и мифы о вашей профессии, как они мешают в вашей работе? Пациенты обращаются за помощью к психиатру, также есть процент того, что пациенты поступают в больницу психиатрическую на лечение, но это не является показанием тому, что он не может работать, что он не может получить водительское удостоверение, справочку в ГИБДД и так далее, то есть какие-то ограничения. Пациенты, они приходят также к доктору-психиатру, то есть осуществляется прием пациента, осуществляется его диагностика и решение экспертных вопросов. Бояться этого точно не надо, смирительных рубашек уже не существует, такого вида фиксации, и карательная психиатрия все-таки ушла у нас уже века. Если человек все же решился дойти до психиатра, с чего ему следует начать? Есть ли смысл посетить терапевта, пройти какие-то диагностические процедуры предварительно? Врачу-психиатру нет надобности в направлении от других специалистов, то есть пациент может самостоятельно обратиться, записаться на прием к врачу-психиатру, к участковому врачу-психиатру и в дальнейшем озвучить свои жалобы, а там уже на приеме доктор, побеседовав с пациентом, назначает обследование, которые необходимы, и направляет, например, к узким специалистам, если есть необходимость. Но начинать надо всегда с самого доктора, то есть с обычного врача-психиатра. И в дальнейшем уже с учетом диагностики, беседы пациента, назначения терапии, там уже устанавливается диагноз, устанавливаются сроки лечения, и в дальнейшем пациент, пройдя курс терапии, выписывается от доктора, закрывается тот случай и продолжает заниматься обычной своей деятельностью. Ну а какие обследования соматического здоровья могут быть назначены? Мы вот все живем в Сибири, вдали от моря, у многих проблемы с щитовидкой, а мы знаем, что недостаточно щитовидной железы, недостаток гормонов щитовидной железы приводит к состояниям, которые похожи на депрессию, например, либо на какие-то другие невротические расстройства. То есть есть ли смысл, например, сдать кровь, чтобы посмотреть, возможно, барахлит какой-то орган и следует устранить какой-то дефицит? Ну если у человека имеется сопутствующее заболевание, и он знает, что у него есть патология эндокринной системы или гормональные какие-то сбои, конечно, он должен вначале прийти к терапевту, сдать анализы. Но для врача-психиатра все-таки актуальнее всего это беседа с самим пациентом. Беседы – это основа основ? Это основа, это основной метод диагностики различных психических нарушений. Кристина Викторовна, а как быть людям из наших небольших сел, из наших муниципалитетов? Мы знаем, что наверняка не в каждой центральной районной больнице есть психиатр. У нас в этом случае существует выездная форма бригады. То есть в этом году у нас охвачено 6 районов. Это районы такие, как Павловский, Тогульский, Тальменский, Змейногорский, Слонешинский и Горевский район. Выезжает туда врач-психиатр, когда-то в составе еще и психолог, решает там на месте вопрос. То есть пациенты записываются в эту дату, на прием формируются. Запись для доктора. Доктор их принимает, осматривает, назначает лечение, выписывает медикаменты, назначает необходимые обследования. И вот таким образом мы осуществляем вот эту поддержку, пока там нет на месте основного доктора. В других районах обстановка получше. Там существует врач-психиатр, он ведет прием или является совместителем какого-то района. То есть там уже есть доктор. Население оповещает о вашем приезде? Конечно, заранее оповещается, формируется запись, и пациенты могут самостоятельно прийти, обратиться с жалобами к врачу-психиатру, и там уже на месте решаются все вопросы. А если, не дай бог, встанет вопрос о принудительной госпитализации, и в больнице нет такого узкого специалиста, каков алгоритм действия в этом случае? Ну, принудительная госпитализация, если вы имеете в виду, что нет врача-психиатра... Да, нет врача, но у человека есть показания для недобровольной госпитализации. Ну, госпитализацию может осуществить доктор любой специальности, можно так сказать, но с принудительной формой решения. Там, во-первых, выезжает бригада психиатрическая, осматривает... В этой бригаде находится врач-психиатр, который решает вопрос о форме лечения. И в круглосуточной больнице осматривается, опять же, комиссионно такой пациент, и далее принимается решение, то есть, необходимо госпитализация в недобровольном порядке или нет необходимости в данный момент. Ну, психиатрическое заболевание – это наверняка всегда трагедия ни одного человека, это и трагедия также его близких, его окружения. На какие симптомы тревожные необходимо обратить внимание? Что должно смущать в поведении близких людей, друзей? В поведении, в первую очередь, нужно смущать то, что резко как-то поменялся их знакомый или близкий, то есть, стал более замкнутым или, наоборот, слишком разговорчивым. Нарушился сон, то есть, сон стал укороченным, неполноценным, стал раздражительным. Возможно, выявляются какие-то жалобы психотического характера, то есть, имеется в виду какая-то подозрительность, паранояльность человека. И при этом пациент может в этот момент не справляться с рабочими моментами, выявляется плаксивость, срывы какие-то, дезадаптация, то, конечно, необходимо обратиться за помощью. И очень часто бывает, что в первую очередь реагируют близкие и знакомые, в первые моменты пытаются настроить этого человека обратиться за помощью, а в дальнейшем уже сам пациент, уже в силу своей критичности патологии, он обращается за помощью, получает терапию. Кристина Викторовна, что нам всем нужно делать для профилактики таких заболеваний? И как не сойти с ума самим врачам-психиатрам? Для профилактики это, конечно, здоровый образ жизни. Необходим режим сна, режим отдыха, правильное питание, физические нагрузки. То есть это не только там офисная работа или какая-то работа у компьютера, к примеру, да. То есть человек должен разнообразить какие-то хобби, увлечения. То есть режим вот именно такой должен быть сочетанный. То есть вы поработали, но и также вы должны и отдыхать. Отпуска для этого существует, да. В отпуск надо, чтобы произошла перезагрузка психических процессов. И в дальнейшем вы накопили силы на дальнейшую деятельность. Ну и, конечно, более спокойное состояние, более уравновешенный образ жизни и поменьше стрессовых факторов, желательно, конечно. Ну, наверное, изучить свое генеалогическое древо, да. Возможно, в роду что-то такое было и лучше об этом знать заранее. Если учитывать наследственную отягощенность, то желательно знать, если в семье были какие-то расстройства у кого-то, именно психиатрического плана, они установлены, то можно обращать на это внимание и усилить контроль. Но это необязательным является фактором, что у самого человека будет психическое расстройство. Да, как говорили ваши коллеги, генетика заряжает пистолет, среда выстреливает. Совершенно верно. Спасибо, Кристина Викторовна. Пожалуйста. О том, почему нельзя пренебрегать заботой о психическом здоровье, мы говорили с Кристиной Картавых, психиатром краевой профильной больницы. До встречи в эфире.